Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка! Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать! Перед началом видео не забываем подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, а лучше пару комментариев, поминальных на ход ноги, распространить этот ролик и заходите, посмотрите предыдущий контент, это далеко не безинтересно. Как кто-то может уже знает, а кто-то нет, впервые сейчас только это услышит от меня, то что на Троекуровском кладбище на днях состоялась церемония открытия памятника Борису Моисееву. И я специально сегодня посетил Троекуровское кладбище уже под вечер, чтобы сделать обзор на памятник Борису Моисееву. То есть это певец, как вы можете знать, умер он недавно и я не успел просто приехать на открытие в связи с занятостью, но сегодня приехал, сейчас вечером спокойно сделаю вам обзорчик, какой памятник вообще, как он выглядит и так далее. Ну что, начнем. Кстати, я зашел сегодня необычно на Троекуровское кладбище, пришлось на своем транспорте приезжать, потому что уже вечер, автобус еще ходит, но так. Приехал, заехать пришлось с другой стороны, с другого участка, где похоронены, ну, скажем так, малоизвестные люди. Может быть и просто москвичи. Итак, начнем. Мотор, естественно, писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Контент мирового уровня, мирового масштаба. Ну, здесь видим такие памятники. Стандартные, можно сказать. Чтобы нам добраться до захоронения Моисеева, да, кстати, сейчас сразу вам хочу сказать, что ролик будет не длинный, просто конкретно по памятнику Бориса Моисеева. Так как был по Шатунову, кто не видел, прийдите, ранее на канале посмотрите. И особенно вам рекомендую посмотреть все кладбища знаменитостей на YouTube-канале Против лома. Это очень актуальные, очень подробные, очень мощные обзоры. Не пожалеете. Тут где-то еще благоустроиство делают. Прямо вот сейчас, в данный момент. Все захоронения свежие, 16-го года. Так, ладно, пойдемте дальше, посмотрим. Это благоустройщики идут. Это обычный участок под обычное захоронение на Тройкуровском кладбище. Темнеет очень радостно. Совсем свежий участок. Это вот аэрография на тыльной стороне памятника. Есть целый ролик, посвященный. Сборка, гравировка на тыльных стороне памятников. Ну, это прям совсем 23-й год, 47-й год рождения. Здесь, 51-й, 23-й год смерти. Новый участок на Тройкуровском кладбище. Новый участок на Тройкуровском кладбище. Моисеево, потому что уже темнеет. Ну, еще не совсем. Часа два есть, я думаю. Может, полтора. Тоже ангелочки, это дети. Постановленные такие статуи детям ставят, но не всегда. Советую посмотреть шортсы. Там подборка всех знаменитостей, могилы всех знаменитостей. И выдающихся людей. Зайдите, посмотрите. Шортсы быстро, короткие. Так, что-то я заблудился. А, вон туда нам надо. Сейчас выйдем. Давайте хоть глянем, что тут еще есть. А то все только на... Видео я снимал на центральном, прям на центральных участках. А здесь... Гляньте, какой памятник интересный. Панова Татьяна Анатольевна. 1976-2010 год. 4... 34 года. На скрытке, наверное, играл. Понятно. Портал 23. Ну, тоже мемориал, гляньте, какой. Дорогой. Даже моет их. Это вам я говорю, так как... Тоже занимаемся благоустройством. Есть такая услуга. Мойка мемориала, памятника, гробница и так далее. Здесь тоже парень молодой, 85-й, 10-й. 25 лет. Тут совсем молодой. Атихмин роман. 1997-2012. 15 лет. Это вот окраина кладбища Троекуровского. Самый угловой сектор. Я даже не видел, что по обзору кто-то делал. Ну, это ближе к аэродрому. Потому что вот эти поля, это уже зона аэродрома, можно так сказать. Бетон везут. Заливать, наверное, будут. Значит, крупный мемориал, потому что целую бетономешалку, миксер. В основном такие мелкие, вот плитку, где кладут. Это обходится такой стационарной бетономешалкой маленькой. Кириллова Людмила, 1957-2010. 53 года. Фото такое. Молодой, думал, молодая женщина. Нет. Машаевич Борис. 1917-2010 год. 93 года. Парень молодой, 84-й год, 10-й. Итак, друзья. Все. Сейчас подхожу прям сразу к памятнику Бориса Моисеева. И делаю включение. Погнали смотреть. Итак, друзья. Сейчас мы присутствуем с вами на открытии памятника Борису Михайловичу Моисееву. Как мы можем видеть, здесь много народов. Это все популярные люди. В том числе главный гость на открытии памятника – это Алла Борисовна Пугачева. Что мы знаем о Борисе Моисееве? Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве, Белорусская СССР. Советский и Российский артист, эстрадный певец, танцовщик, также хореограф, киноактер, заслуженный артист Российской Федерации. Присвоено было ему заслуженный артист Российской Федерации в 2006 году. Дата смерти – 27 сентября 2022 года. В возрасте 68 лет он умер. Похоронен, как вы уже знаете, Троекуровское кладбище. Годы активной карьеры – 1975-2022 год. Жанр располняемой музыки – поп-музыка. Из наград имеется золотой граммофон. Многократный лауреат музыкальных премий – овации и золотой граммофон. Один из первых, кто получил премию в овации. Как видите, много гостей. Здесь его же продюсеры, директоры, концертные и так далее. Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище 22 октября 2022 года в открытом режиме в траурном зале Троекуровского кладбища. Похоронили певца там же, на Троекуровском кладбище Москвы. Борис Моисеев скончался в 2 часа ночи по московскому времени на 69-м году жизни в Москве у себя дома. Об этом сообщил его арт-директор Сергей Горох. Причиной смерти стал третий инсульт. Весной 2015 года Борис Моисеев прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. В частности, певец перенес микроинсульт. До декабря 2016 года выступал на закрытых корпоративах и в телешоу. За период с 2015 по 2019 год выступил, выпустил несколько песен. И на этом, в принципе, все. Также он создал шоу Зеро, пример которого состоит 6 марта в Санкт-Петербурге в ВКЗ. Октябрьский. Погода сегодня хорошая. Все благоволит для открытия памятника певцу. Мы с вами присутствовали на открытии памятника Юрия Шатуну. Там цена была озвучена в районе 10 миллионов рублей. Кто знает по поводу стоимости данного памятника, напишите в комментариях. Потому что мне материальные аспекты изготовления памятника неизвестны. Даже примерно. Если только по слухам. Но по предварительным слухам, как я слышал, По самым скромным подсчетам, памятник обошелся в 5 миллионов рублей. Но это не точно. Может быть у вас есть более конкретная информация. Будет интересно почитать в комментариях. Еще раз. Открытие памятника Бориса Моисеева На Троекуровском кладбище Конец сентября Друзья, на этом наш с вами ролик подходит к концу. Сегодня вы посмотрели обзор на памятник Борису Моисееву. Кстати, вот сейчас здесь заливается бетон и постамент для нового памятника на одном из захоронений. Очень интересный будет памятник на очень интересном захоронении. Если вы хотите узнать, кому он будет возведен, смотрите обязательно YouTube канал Против Лома. А чтобы не пропустить новые ролики, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Напишите пару комментариев на ход ноги, распространите это видео, заходите, смотрите предыдущий контент. Я со своей стороны хочу с вами попрощаться. Всего хорошего, удачи и дай вам Бог до следующей нашей с вами встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok